Добрый день, дамы и господа, мы решили на символическое перевязание леточки, торжественное открытие сделать все-таки здесь, потому что погода нас сегодня радует, сюда ждем, и решили вот эту часть торжественную, здраво всю провести к сегодня у нас, в центре, в красивом светлом здесь, более хорошая погода, более хорошая атмосфера, и я бы хотела пригласить сюда для открытия центра коммерческого директора группы компаний «Народный контракт» Светлана Вячеславовна Словк и руководителя директора производственной безопасности ОМАЭСК Наталья Алексеевна Шаталова. Я бы хотела пригласить сюда для приветственного слова директора по общим организационным вопросам группы компаний «Народный контракт» Александра Вячеславовна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте еще раз, коллеги, гости. Спасибо большое, что пришли. Для нас это волнительный момент. Ну, надо сказать, что Россия сегодня является близким лидером в сфере использования, производства, применения самых современных средств защиты, специальной одежды, специальные обуви. Но так сложилось, что главным, кто применяет эти средства, является крупным промышленным предприятием. Целью этого центра, который мы сегодня открываем совместно с вами, является продвижение этих средств защиты более широким. Мы надеемся, что нам удастся достигнуть этих целей и развивать уровень защитных разумных удар в нашей стране. И свое спасибо вам внести в то, что мы можем. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, как сказала Александр Викторович, у нас принесли все модели, которые мы разработали, все все средства защиты, у нас разработаны за авторство с нашими, ну просто клиентами, партнерами. Мы всегда занимаемся обратно связью, получаем отзывы от наших покупателей, от наших клиентов. И сейчас я бы для приветственного слова хотела пригласить сюда одного из наших друзей, можно даже так сказать, главного конструктора, конструкторского бюро референцированной железной дороги, Елена Николаевна Горожанковна. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я когда услышала, что такое великое событие для энергоконтракта сегодня имеет место, с огромным удовольствием приняла участие и приехала сюда. Но сначала о фирме, а потом уже о продукции. Вот энергоконтракт – это та фирма, в которую не жалко вкладывать силы, советы, интеллектуальную помощь, насколько возможно это, вот имея такой опыт работы в охране труда, как у меня. С такой длительностью опыт, сколько вот присутствующие, наверное, даже не движили. Поэтому, потому что все время обратная связь, готовность слышать, готовность пойти навстречу, у нас все люди от Калининграда до Дальнего Востока, до Сахалина, вот как раз готовность работать, сотрудничать отмечают. И внимание, с которым вот фирма относится к замечаниям, пожеланиям, просьбам, советам. И самое главное, что мы видим обратную связь. Вот у нас на одном предприятии только лет 10 назад был смертельный случай, дуга, дуга, но большая площадь ожога и смертельный случай. И на этом предприятии в 2010 году при абсолютно сходной ситуации человек отделался легкой травмой, вот из-за того, что был в костюме, в термостойком костюме. И мы, БАДы, об этом даже не знали. Знаем мы только о тех спасенных, а костюм спас нас уже многих, очень многих, когда они попутно получают хоть какую-то травму легкую, которая заставляет их обратиться к медикам. Конечно, защищаем все. Я думала, что комплект никогда не собрать, потому что мы шлют, ладно, шлют, а все остальное, а тут все остальное, и все с такой же в степень ее взаимодействия с потребителем. Поэтому с удовольствием посмотрю все, что вы представили, и поскольку по-прежнему общаюсь со всей страной, то мы, конечно, с удовольствием скажем, у нас иногда говорят, а где мы покупаем у себя по инвест-программе, там, за свои деньги, а где покупать опты, мы, допустим, как это сделать, теперь у вас будет еще и такая услуга. Я думаю, что это весьма здорово. Помимо того, что, по-моему, то у Москвы себя при походах в лес захочет защитить, но заодно и от всего другого. Я вам желаю успехов. С одумным удовольствием ознакомимся с вашей экспозицией. Ну и сотрудничество успехов вам. У нас есть еще один очень важный, честно, дорогой нам близкий гость здесь, но в должности регалия этого человека, я, пожалуй, прочту по бумажке, потому что их так много, председатель Координационного Совета ветеранов распределительного электросетевого комплекса, член Координационного Совета журнала «Электроэнерне», «Заслуженный энергетик России», очень-очень много, председатель автор научных трудов по охране труда в электроэнергетике Юрий Иванович Руков. Пожалуйста. Спасибо. Я очень люблю говорить на контакте, потому что вижу здесь счастливые и радостные дети. Люди любят свою работу, а вы знаете, что только у любящих рождаются счастливые дети. С некоторых пор я еще стал профессором Академии военных наук, и иногда, да не иногда, а часто приходится на явления в жизни смотреть еще и с этой точки зрения. Вот вы, наверное, заметили, когда Рогозин говорил о нашем прорыве вооружении, он сказал, что это значительно снизило затраты, потому что параллельно разрабатывали и для военных, и для гражданских. Вот этот магазин открывается, это тоже аналогия. Ко мне часто обращаются, что я в контакте с энерго-контрактом, а те купить, а те купить для себя лично. Теперь ясно, есть магазин, вы постоянно обновляете, решаете вопросы. Я уж не говорю о костюмах, которые, казалось бы, не очень имеют отношения к энергетикам, это защита от насекомых. Но у энергетиков, наверное, не придумать, в какой специальности только нет. Все у нас есть. И линейщики постоянно в лесах, в тайге, и для них эта одежда, конечно, обноценно. После нахождения испытаний. Что касается продолжения тематики защиты от высоких температур и энергий, это вот костюм, который побывал в зоне опасности, его ударили электрической дугой. Слава Богу, на действительно несчастном случае, который произошел, а на специальной установке, которая моделирует электрическую дугу, вы видите, что эти костюмы обладают свойством менять свою структуру. То есть во время возникновения высокой энергии, высокой температуры, структура самого костюма меняется, структура ткани сделана таким образом, что карбонизованный слой выступает на поверхности, ткань немного сворачивается, не пропускает ни свободные электроны, ни фотоны вовнутрь. Таким образом получается, что вся энергия, которая возникает, вот эта излишняя, не проникает под одежду. Человек не получает ожогов ни второй, ни третьей степени, что, естественно, снижает существенно тяжесть. Как сегодня наши партнеры заметили правильно, в некоторых случаях вообще люди не получают никаких ожогов, не обращаются за помощью, да, и в случае, особо тяжелых случаев, которые, естественно, могли быть смертельными в отсутствии этого костюма, степень ожогов можно трактовать как легкая, либо вообще незначительная. То есть это покраснение кожи может быть незначительной или какие-то ожоги. Вот, поэтому здесь... И то, не под костюмом, да. Если, да, если человек, опять же, какие-то... Не застегнулся. Самовольно, да, не нарушил, да, и не применил это правильно. То есть в случае правильного применения такой костюм... Совсем, защищает, да, полностью защищает от ожога второй, третьей степени. То есть снижает риск для жизни человека. А второй-то тоже... Да, здесь второй костюм, он испытывался не на дугу, а на пламя. Вы видите, что здесь объемные, скажем так, повреждения со всех сторон, потому что, когда происходит испытание на открытое пламя, то 12 газовых горелок со всех сторон окутывают фактически огнем каждое изделие. Таким образом проверяется конструкция, нет ли каких-то дополнительных технологических отверстий, чтобы в пламени возникло желание, скажем так, попасть в надежное пространство. Костюм нужно защищать не только материалами, но и конструкцией. И вот эти конструкции, конструктивные решения, которые мы год от года совершенствуем с точки зрения и комфорта, и надежности, они вот постоянно улучшаются, да, и мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать их более комфортными и оставить свой прежний уровень надежности, повторюсь. То есть это вот как раз особенности испытаний. Они бывают с двух типов, на электродугу и на пламя. Это уже новый, да, энерго-костюм-то? Нет, это костюм энерго у нас здесь представлено. То есть это испытания наших предыдущих коллекций, аналогичные костюмы энерго мы также испытывали, то есть они прошли аналогичные испытания. Вот здесь вы видите новый процесс, это на коллекции энерго. Если вы видите, да. Продемонстрировать тот, в котором человек попал в напряжение под дугу, в условиях эксплуатации, вот они, наверное, и не здесь, потому что они у нас на вес золота, мы их салим в кабинетах по охране труда и технической учебы, чтобы показать, что это вот уже не на манекене, не это самое, а вот прямо в... Защита от пищевого нестаболита, здесь перед тобой надежда для всех групп, это для общих поведения. Мужские, женские, где-то встален женский костюм Виасток, он ничем не отличается от мужского в плане защиты, но для женщин. Основной принцип его защиты, это то, что он сочетает в себе механическую, юночную защиту, и когда клещ попадает на костюм, он просто погибает. То есть от 2-4 минут клещ отпадает. Это очень важно для предприятий, потому что сотрудники во время ведения своих работ, они заняты только работой, они не занимаются самоосмотром обязательно, да, каждые 15 минут, и снижается риск производственного травматизма, потому что укус клеща тоже приравнен к производственным закрываниям. Там капюшон с сеточкой, да, сзади? Здесь капюшон, это костюм, здесь представлен для широкого населения, вот, в клещах потеплопроект. А почему Вы сказали, что клещ погибает? Как он погибает? Здесь ткань, пропитанная специальным аккреативным составом, и этот состав закреплен на ткани в течение 50 стерок, то есть в течение всего срока носки по нормативам приятия, и в принципе это достаточный срок для общего гражданского населения. А для того, кто этот костюм, получается, носит, этот состав не вреден? Нет, это группа ядов, она только для насекомых, а для людей есть в куночку. Ну, еще там я вычитал ловушки, да, какие-то есть? На рукавах, вот на талии, на ногах. Да, 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 здесь серия 9 ловушек. То есть это не карманы, да, это ловушка вот эта? Нет, нет, он задерживает... Когда поднимается ног, да, снизу. И он задерживает передвижение клеща по костюму. И нахождение его в обработанной зоне. Как раз два коррецита, чтобы он был вреден. До 20 метров в секунду, что относится к первому классу защиты. То есть если случится ситуация, при которой тела коснется, может коснуться тела человека, болотно, входящий в состав пакета материалов, намотаются на звенья и заблокируют тем самым цепной пилот. Существуют различные стандарты и требования, которые должны удовлетворять такие костюмы. И данный образец, и данный костюм их в полной степени удовлетворяет. Кроме того, конечно же, конструктивное решение, цветовое, эргономическое, все создано для того, чтобы люди чувствовали себя во время произведения работ максимально комфортно и удобно, чтобы их технологические операции были ничем не скованы. То есть основное, на что обращалось внимание, это безопасность, надежность и, конечно же, комфортно для каждого сотрудника. Разные категории обуви у нас есть. Летние лени, они от разных классов, опасность и риск есть. Ну вот, так, сейчас, кризисно. Ну что, они пениковальные или как-нибудь? Да вон, про летние ботинки расскажите. Давайте про летние, да. Просто они сверхлегкие. Наша летняя обувь, она создана с учетом особенностей работ, которые выполняются в летний период. Поэтому, помимо термостойкой юбки, специальной кожи, которая защищает от высоких температур, от высоких энергий, она также сделана специальными текстильными вставками, поскольку летом, конечно же, ходить жарко. Люди часто обращали внимание, что обычная спецобувь, которая используется в качестве общепроизводственной, она бывает даже тяжелее, чем вот эта обувь, которая способна защитить от действительно серьезных рисков пламени, электрической дуги и так далее. За счет вот этих технологических решений и применения самых передовых материалов, которые сейчас существуют, удалось добиться, повторюсь, и надежности, что является приоритетом всегда для нас, и комфорта. Поскольку, если комфорт не будет достигнут, то есть изделие не будет обладать комфортом, оно, конечно же, либо не будет эксплуатироваться, либо будет применяться с нарушениями правил. Поэтому вот здесь всегда для нас важным двигателем не только вот на планку держать на уровне высокого качества, надежности, но также стремиться, чтобы людям было удобнее. Вот эти ботинки, если вы их возьмете в руку, они действительно легче, они как обычные, в которые мы привыкли с вами ходить. В то же время, как классическая спецобувь, к которой мы привыкли, она тяжелая и менее удобная. То есть здесь вот технологическое решение не дает.